Кто-нибудь умеет читать? Да то серьёзный вопрос. Впрочем, пою и не понять. Ей можно только подыгрывать. Здарова, народ! Вы на канале Диофплей, и мы продолжаем проходить мою терапию. А чтобы вы не проходили терапию... Для этого вы должны поставить лайк под этим видосом. Ну и погнали! Так, ну, заходите с двух сторон, толкаем. А ты? А я буду сидеть за рулём. Кто-то же должен направлять машину. Я действительно произвожу впечатление настолько наебного человека. Мы буквально её на руках понесём. Что ты собралась направлять? Во-первых, да. Во-вторых, ты-то откуда что-то знаешь? У тебя вообще водительские права есть? А у тебя? Это аргументы, да. Но я не могла не попытаться. Явно ухемлённая в своей гордости, Юи тоже встала за машину. И мы втроём потолкали её в сторону колледжа. Не так уж это было и сложно. Машина, если так можно сказать, облегчённая. Юи пыталась спеть какие-то матерные стишки собственного исполнения. Видимо, на осмысленную беседу сил уже не хватало. Но я не жалуюсь. И вот мы добрались до колледжа и скинули машину в какую-то обочину. Не знаю, как потом Юя будет её вытаскивать, но это же не моя забота, верно? Перед этим я забрал свою изоленту, Юи своё вино, а я ко конфетке. Подходя к воротам, Юя опустила пакет с вином в мусорку и подмигнула мне. А, вот и вы. Привет, киса-малыш. Втроём. Нам, я предполагаю, изолента у вас нет? У нас есть всё. Я передал Кимика все 50 лент, она их пересчитала. Действительно. Ну что, мы справились? О, всё только начинается. Ты же не думала, что моё расположение можно купить за 50 изолент? За мной. Мы прошли по парку до какой-то кучи металлических балок, звуковой аппаратуры и синего покрытия. Тодзи, конкретно тебя никто не звал. Ты не можешь сделать такую экспозицию и рассчитывать, что я не приду посмотреть, что происходит. Окей. Так вот, новенькие. Это сцена. В разобранном виде. Вам нужно её собрать. Изолентой. Это шутка? Никакой шутки нет. Это ваше реальное задание, чтобы вступить в студенческий совет. Вот ведь, сучка. Но это же невозможно. Но, правда. Как жаль. Видимо, вам никогда не стать друзьями. Нам никогда не стать друзьями. И ты должна прекратить попытки это сделать. Ой, да ладно. Вместо того, чтобы просто с ней поговорить, она выбрала вот это. Не-не-не-не-не-не, пожалуйста, нет. Я всё сделаю, обещаю. Ты тоже остаёшься? Я? Конечно, он мне поможет. Эм. Я тоже. Ты? Да, хочу принести пользу любимому колледжу. Не смешно. Чего ты от меня хочешь? Ты знаешь, чего я хочу. Ладно, теперь у нас появляется интрига. Я с радостью посмотрю, как эта штука сломается и убьёт вас со всех троих. Но не торопитесь с этим, я схожу к Эрика и обратно. Развлекайтесь. Народы, вы чего такого натворили? В прошлом году нас заставили тащить пианино на чердак. Я думала, хуже уже не будет. Впрочем, ничто не встанет между мной и выпивкой. Я сбегаю в подсобку, там должно быть и настоящее крепление. Ого. Юи действительно убежала за учебный корпус, и пока она отсутствовала, я решил бессмысленно походить вокруг всех частей и многозначительно повздыхать. Вот ведь хитрая тварь. Там ничего нет. Но я нашла инструкцию и инструменты. Кто-нибудь умеет читать? Да то серьёзный вопрос. Впрочем, пою и не понять. Ей можно только подыгрывать. Я умею. Отлично, ознакомься, малая. Пойдём со мной раскручивать стулья из кабинетов. Нам нужны балтики. Они убежали в учебный корпус, а я посмотрел на брошюру, которую мне просунула Юи. Типовая инструкция по эксплуатации водогрейных котлов с внешними теплообменниками? Это такой юмор, или Юи правда не умеет читать? Через некоторое время она вернулась, задрав рубашку, чтобы нести в ней болты, которые выпадали на каждом её шагу. За ней бежала Аяка и подбирала их. Боюсь представить, сколько классов они оставили без мебели. Ну, командой! Это инструкция к каким-то там котлам. Чем она должна нам помочь? Ну, а я-то вообще никакой не читала. У меня вообще меньше всего мотивации тут быть. Тем более, у тебя неплохо получается. Ты командуй. На колени, открывай рот. Я пошёл. Да, всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё. Давай работайте, давай. Какие все нежные. Ну, так чё? Малая, давай связывай изолентой эту хуйню, ты собирай эту ебанину. А я пойду построю вон те залубки. Удивительно, но мы как-то автоматически поняли, что такое хуйня ебаниной залубки. Готовые работники завода. И каждый действительно пошёл собирать отдельные части сцены, ориентируясь на своё художественное чутьё. Пока мы работали отдельно и с маленькими конструкциями, всё шло даже подозрительно просто. Болты, конечно, честно не подходили по размеру, но в каких-то случаях мы просто использовали изоленту. Но потом настало время собирать разные части воедино, и тут оказалось, что мы использовали не те детали. Юи точно не собиралась ничего переделывать. Вместо этого она подкладывала всякие камни, чтобы компенсировать разницу в высоте. Ломала ветки, чтобы нарастить конструкцию, где это было необходимо. Ведь, как она сказала, сделай лучше или иди нахуй. Да ведь правильно говорит! Ну, если подиум мы как-то связали и действительно закрыли его синим покрытием, так что даже и не скажешь, что с ним что-то не так. Чтобы собрать потолок, нам нужна была... Ну, не знаю, хотя бы стремянка? Но у Юи был другой план. Задрот! Встаёшь первым, ручки вот так замком малая, давай залезай ему на плечи. Окей! Стоять! Но она не остановилась, несмотря на то, что руки я никак не сложил. А яка прыгнула на меня и забиралась на плечи. Она была не очень тяжёлая. Я быстро сдался и помог ей забраться на себя. Отлично, теперь я. Да ну да! Юи взяла секцию металлической вышки и начала карабкаться по нам, чтобы её установить. Ну, помогайте мне, подсаживайте меня там, придерживайте. Это-то так, умираю! Я вцепился в её ляжку просто потому, что не знаю, что именно я должен делать. Ха-ха-ха! Какой смелый! Да подожди, давай сначала закончим. Тебе весело! Да всё, щас, малая, у тебя такая антона прикольная, можно за неё подержусь? О-о-о-о! Больно! Ш-ш-ш-ш! Юи, наконец, забралась на яку. Бля, изоленту забыла. Хидеки, подай изоленту, будь другом. Бля, они сейчас все наебнутся. А-а-а-а-а-а! Ну, нам нужна изолента, пока не подашь, мы так и будем стоять. А давайте я сбегаю! Гениально, блядь Стоять! Аяка столкнулась с себя Юи и спрыгнула с меня Юи выронила металлическую секцию и упала Секция упала мне на голову, пробила её, размазав мозги по подиуму Смерть наступила мгновенно Я ничего не почувствовал Ну или я мечтал об этом, секция упала где-то рядом, меня раздавила Юи Спина и грудная клетка валили неистово, мне было сложно дышать Юи оторвалась от меня и поправила очки Ах, братик, какой неловкий момент, прямо как в аниме Ну, раз я выжил, то вот хотя бы она могла сдохнуть Хе-хе-хе Ха-ха-ха Ха-ха-ха Нет, блядь, коваяки живучие Ха-ха-ха Да, да, да Проклятие, все живы? Да Концовка немного разочаровала, но в целом представление этого стоило Вот ведь вы почти справились Но зачем вы вообще друг на друга полезли, если стриминги у вас нет, могли бы на саму вышку залезть Какую вышку? Ну да, так тоже можно было У меня уже нет сил всё это рефлексировать А разве тебе не нужна эта сцена? Она же тут и неделю на этих соплях не простоит Конечно, она развалится на следующий фестиваль Она развалится и на следующий фестиваль нам нужно будет заказать новую Ну так Ладно, я понял, что тебе нравится над нами издеваться и хочется, чтобы тебе отстала Аяка Да, но на это же придётся деньги тратить Ты вроде любишь деньги Обожаю Именно поэтому нужно, чтобы она не простояла здесь больше недели Не понимаю Как же ты слаб в политике Ха-ха-ха-ха Ну да, чем чаще в колледже что-то ломается или пропадает, тем чаще это надо чинить Чем чаще на это надо чинить, тем чаще на это выделяют деньги И чем чаще на это выделяют деньги, тем чаще... Блять, тем чаще я могу их не тратить, используя неоплачиваемый труд разных дурачков и просто людей, которые хотят попасть ко мне в милость Да, поэтому хочешь понравиться кимикалам и всё, что видишь Поняла Аяка сразу подобрала какой-то микрофон и начала грызть его провод Ебать, вот это у неё зубы Завидую На-на-на-на-на-на, не перегрызайте Взыскивать с вас деньги за разбитые вещи тоже часть этого спектакля И куда уходят все эти сэкономленные деньги? Эээ, на винишко для кимика? Ты что, совсем тупой? Собирайте сцену, я уже почти впечатлена Про спектакль было верно Кимика встала напротив, а молча наблюдала, как мы наугад пытаемся собрать сцену Пыталась, если честно, только Йоэ Она очень ловко лазила по колоннам, вообще не боясь ни высоты, ни того, насколько убогими были их крепления Но она, в принципе, производит впечатление неуязвимого человека А я катакалась с кабелями звуковой аппаратуры, я подавал Йоэ наверх светотехнику В конце концов, Йоэ постелила там сверху синее покрытие и ловко съехала по одной из вышек за дровногу, изображая танцовщицу Мы сделали пару шагов назад, дабы оценить наши труды Как они втроём это собрали? Пиздец Ну и срань Прелесть! Кимика подосла к сцене, пошитала одну колонну, вместе с ней задрожала вся сцена Клянусь, я верил, что сейчас всё упадёт Но нет, сцена поскрипела, покряхтела, но встала обратно Она развалится и убьёт меня Я даже не буду за это в ответе Я вообще-то не одна на ней выступаю Это жертва, на которую я готова пойти Ну что, Кимика-сан Мы справились с вашим последним заданием Ааа, точно Эм Ну, знаешь, Йоэ права А что если сцена развалится и вы всё сделали неправильно? Хватит Если ты не хочешь видеть её рядом с собой, просто скажи ей Не учи меня Я пытаюсь Неправда, не слушайте его, всё что угодно Я прослежу, чтобы она не упала Окей Ты не видишь, что она пытается сделать так, чтобы ты от неё отвязалась? Неправда, она меня уже почти любит Да я уверен, что она этой ночью самосцену и сломает А это неплохая идея Чтобы проверить, готова ли я не спать всю ночь и караулить её А я готова Йоэ вдруг резко притянула меня за шею и прошипела в ухо Ты чё, мадак, портишь кисоньки настроение? У меня почти всё получилось Молчи Ребята, я знаю, как решить этот маленький вопросик Мы прям сейчас идём в столовую уничтожать просрочку за бокальчиком-стаканчиком хорошего вина А вопросы со своим парламентом решите уже после Йоэ, с этого и надо было начинать Даже не знаю, зачем я попытался их в чём-то переубедить Не похоже, чтобы кому-то там нужны были мои советы Мы пошли в столовую Юис бегала за вином Думаю, если бы Кимика знала, где оно лежит У неё было бы меньше энтузиазма Я уверен, что пить в колледже вообще, мать Тем более, вот так вот в столовой нельзя Но речь ведь о Кимика, да? Ей всё можно Про просрочку она, кстати, не шутила Если хотите, можете взять что угодно бесплатно Бесплатно? Я побрезговала, вот Аяка набрала столько, сколько могла унести на подносе Кимика зашла на кухню и вынесла оттуда пять настоящих бокалов для вина Видимо, не первый раз так собираются Юи обходительно и аккуратно обслужила нас, разлив вино по бокалам Ну и подлиза Все уселись, Аяка сразу же начала есть с двух рук Я вспомнил, что вообще-то ничего нормально не ел с утра Поэтому стащила у неё всё, что плохо лежит Она показала недовольство, но сказать что-то с набитым ртом не могла Кимика взяла бокал, повертела его, понюхала и пригубила Интересно, люди когда делают так, действительно разбираются или просто делают вид? Кимика выплюнула вино обратно в стакан И, видимо, разбираются Да почти ж получилось Это оскорбление или попытка отвора... Блядь, отравление Да ладно тебе, я весь день всё делала идеально Я собрала тебе сцену Поэтому это было бы очень забавно обломать тебя в самом конце Я же всё равно на жрусь и ты меня не остановишь Юя тряхнула гривой и почти ушла из столовой Но развернулась на полпути, вернулась к нам, забрала со стола бутылку и сказала Кстати, она потратила все твои деньги на сладости А, да Вот ведь крыса Какая жалость Кажется, у меня нашёлся предлог не брать вас в студсовет Нет, не-не-не-не-не-нет Не было такого Кимика достала хапков антиков у Аяки с кармана Мне подбросили Если ты не хочешь брать её в студсовет, просто скажи ей прямо Хочет Ты вообще помалкивай, ты должен был следить за деньгами Я решаю проблемы, как хочу И мне кажется, я всё решила Нет, не решили, завтра Дайте мне ещё один шанс на завтра А мне с этого какая выгода? Что ты можешь мне предложить? Я удивлю вас Это будет одна из твоих нашивок? Нет, нет, конечно нет Я и не думала о таком Вот увидите, вы будете в восторге Окей Попытайся, удиви меня Мне всё равно Хидеки Я как раз думала подарить ей нашивку Я думала, это суперкрутой и неожиданный подарок Возможно, оно так бы и было, если б ты не дарила эти блядские нашивки на каждом углу Что мне теперь делать? Как насчёт того, чтобы вообще ничего не делать? Она не хочет тебя видеть Но по какой-то неизвестной мне, а скорее всего садистской причине, не хочет Или не может сказать тебе прямо Не надо, не говори так Я целую неделю тут, и никто не хочет со мной дружить Я всем сшила значки, но никто не хочет их носить Ну, по крайней мере, я знаю одного человека, кто носит Кто? Я показал на значок, который она мне пришила позавчера Ой, я точно! Спасибо, ты такой хороший Но я больше ничего не умею Мне нужно чем-то поразить, Кимика-сан Сделать что-то неповторимое, великое, неожиданное Эээ... Прям как отсылка на... Блять, я уже и забыл Как эту мелкую розоволосую из... Дуки-дуки звали То умела ёбашить только кекса То умеют только нашивки Делать Вот с такой прям Хоть завтра в ЗАГС Пошла на Два значка Гениально Точно Да Ты прав, я пойду, я должна Я побежала И действительно Она побежала Я ничего не хотел Я ничего сказать не успел И просто вышел из колледжа Смеркалость Я побрел в общежитие Чё, промотать нельзя? Вот это денёк Забыть бы его поскорее Я добрался до своей комнаты Кен был в кровати И кажется почти в той же позе Что и утром, может он вообще и не вставал Завидую Мы скоро закрываемся Мы с новыми вышли из кафе на оживлённый просп... Пъект Промотать, оказалось, можно Хорошо Значит, выбираем... Майоку Я не просил твоей помощи Но ты в ней явно нуждался Нет Или что, ты серьёзно не собираешься провести романтическую ночь С какой-нибудь местной красоткой? Почему мотать нельзя? Твой план действительно был просто пойти спать Разве не хочется получить какое-то удовольствие от жизни? Ведь хочется вообще-то И нужно в каком-то смысле Да, если я проверну что-то такое То это точно будет достаточно, чтобы рассказать Сира Ай-яка Разоволосая девочка из моей группы А-а-а Постой, ты из столовой? Ага Да-а-а-а Я говорил, видишь, как всё сложилось? Ещё ничего не сложилось О, поверь Мы уже почти справились Первый шаг самый сложный Хм, на самом деле неплохой выбор, она точно из твоей лиги Возможно, её улыбчивость и энергичность хоть как-то тебе передадутся С другой стороны, может быть наоборот На её фоне ты будешь выглядеть ещё более кислым Но если честно, это сложно представить Эй! Прости, прости Ещё одной проблемой может быть, что вы учитесь вместе Почему? Потому что когда вы расстанетесь, это будет неловко Я с Тодзю учусь последний год, а тебе предстоит целых четыре Ну, минус две недели Он с Тодзю обутил? Хаян ебанутый Две недели? Ну, неделя уже прошла Ещё неделю на отношения Я не собираюсь быть с ней в отношениях всего лишь неделю Эм, да что ты собрался делать с девушкой через неделю? Съесть! Давай начнём хотя бы с одной О будущем, может быть, поговорим потом Хорошая идея! Собирайся, я всё придумал Куда собираться? Чё придумал? Пойдём в город, устроим вам романтический ужин Я подтяну твои социальные навыки по дороге Разве это не мило, когда она широко улыбается, оголяя свои кривые зубы В железяках Шучу, шучу, пошли давай Пошли Попробуй сказать что-нибудь приятное про Аяку Бля Выглядишь более... лучше... чем обычно Вау Слушай, я не знаю Просто по какой-то причине мне гораздо легче говорить о том, что с людьми не так Чем пытаться найти в них что-то хорошее Хм, а ну-ка попробуй Как это поможет? Попробуй Она надоедливая То есть у неё всегда есть чем заняться ей кучей интересов? Бля Ну, как-то так, да Она никогда не затыкается То есть у неё всегда есть что сказать Она позволяет собой помыкать То есть она готова на всё для тех, кто ей дорог Вау Но на самом деле это начал неплохо Сказать что-нибудь про внешний вид хороший первый шаг Разве у неё не милая прическа? Она весёлая, милая, с красивыми голубыми глазами Понял Это не нужно понимать Это нужно сказать вслух Окей, я скажу Ну? А, ты имеешь в виду сейчас? Ну так тут её нет Зачем мне что-то говорить? Наверное, потому что ты не можешь ничего сказать даже сейчас со мной И ты тем более не сможешь сказать ничего ей лично Мне нравятся твои глаза И мне кажется, ты классная и весёлая По какой-то странной причине мне стало так противно В горле был какой-то ком Слова вываливались почти случайно Мы дошли до уже знакомого города и того же магазина, что и вчера Я надеюсь, на этот раз и всё пройдёт поспокойнее Кен нежно толкнул дверь, она открылась со звоном колокольчика Добро пожаловать, проклятие, опять они! Так, я думаю, сладости это универсально правильный вариант в нашем случае, да? Оперделённо И что-нибудь слабоалкогольное, чтобы разогнать кровь Она выглядит как человек, который может опьянить от одного бокальчика вина Короче, берём то, у чего самая яркая этикетка А кто за всё платит? Да, я проставляюсь, друзья, это полезно Оу, спасибо Так, нужны какие-то свечи, фрукты, цветы мы возьмём на рынке О, да, это будет классно Даже чувствую себя несколько лишним Кену всё это нравится больше, чем мне Я старался не думать о предстоящей встрече Во мне была уверенность, что Кен будет там вместо меня или вместе со мной Вот, дружище, сколько с нас? Кхм, наверное, сломалась касса Кен походил, посмотрел сана на товарах, которые я взял Вот, держи, сдачи тебе за ослепительную улыбку Кстати, у нас сегодня день открытых дверей Приходим, я буду выступать Всё, будем ждать Обязательно придёт Парень точно застрелится Да-ха-ха-ха Да-ха-ха Теперь за цветочками Ладно, пойдём за цветочками Но будем делать это уже в следующий раз Ну а на этом на сегодня всё Всем спасибо за просмотр И всем пока Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»